Мы были в 85-м году, мы потеряли 8 экипажа с нашего полка. Первое время, как в кино, фильмы-то мы смотрели, а тут все живое. Помню, первая операция была, мы высадили, они попали в засаду. И вертолет упал, перевернулся, загорелся. Герой нашей сегодняшней программы – человек с большой буквы. Подполковник военной и гражданской авиации Илья Николаевич Димитрогло. Мечта стать летчиком и покорять небесные просторы была у него с детства. Будучи воспитанником Чадерлунского интерната, увлекался авиамоделированием. Когда был маленький, ходил, учились в Чадерлунге. Там был дом юного техника, и там авиамодельный кружок был. Мы там собирали модели, запускали с моторчиками, все как надо. И я всегда хотел быть летчиком. В 1977 году Илья Николаевич поступает в летное училище на отделение гражданской авиации. Однако небу было угодно, чтобы Илья Николаевич стал военным летчиком. И спустя год тайком от отца он поступает в Саратовское высшее военное летное училище. На Молдавии давали пару мест. Гражданская авиация только на училище в Советском Союзе была. А мой брат старший уже учился в Саратовском училище, уже на третьем курсе. Но он меня убедил, давай на следующий год будешь поступать в наше училище. Мечта есть, сказал отцу, да, вот я еду к брату. Он не сказал, что я буду поступать, а сказал, что еду в гости. Потому что он один военный, еще второй военный. Когда я поступил, приехал через полгода, он очень обижался. Вот зачем мне пошел, был бы дома, возле меня и все такое. Ну я уже приехал через полгода, уже в форме, курсантом. Потому что у нас училище два раза в год давали отпуска. Зимой это было две недели, а летом месяц. Потому что мы летали с первого курса. Полгода учимся и полгода летаем. И вот мы четыре года учились и с первого курса летали. Это незабываемое, когда ощущаешь самостоятельно, особенно самостоятельный первый вылет. Ну, непередаваемое. Это очень волнительно и все такое. Это на всю жизнь. После окончания училища Илья Николаевич был направлен на службу в Дальневосточный военный округ. После окончания, мне брат служил в Прибалтийском военном округе. И все, давай ко мне, я к тебе. Ну и все сделаю, ты попадешь ко мне. Я говорю, нет, не хочу, потому что я все хотел отдельно. Потому что мне все время, моим братом, вот он такой хороший, он такой отличник и все такое. Ну, я думаю, я хочу самостоятельно. И напросился на Дальневосточный военный округ. И так наши дороги разошлись. И вот за все время мы очень редко видимся, потому что его отпуск не совпадал с моим. И мы очень редко виделись. Ну, о нем всегда слышал, потому что, как говорится, где летчики встречаются, и о нем всегда говорили, хвалили его. И вот он такой, такой. И я старался быть похожим на него. В Афганистане Илья Николаевич служил в составе 3-й эскадрильи транспортного боевого огневого полка. Я служил в полке огневой поддержки. Одна эскадрилья, вот я летал на Ми-8, транспортно-боевой. И две эскадрильи, это чисто боевое Ми-24. Это, они прикрывают нас. Если мы высаживаем десант, они прикрывают. Мы высаживаем на склоны гор, не на склоны, а вот на верхушке, вот там, где можно с вертолета сесть. Высаживаем, и они, типа, засадуют, не засадуют, а захватывают тот числак, где там боевики собрались, или там разведка нам донесла, что они там. И вот они с гор спускаются и захватывают, ну, окружают это все. Ну, когда мы высадили, мы, как говорится, по дороге еще отпускаем реактивные снаряды, пулемет у нас есть. Ну, старались, как, меньше брать, потому что там жарко и высокогорье, и тем тяжелее вертолет, мы меньше можем десантников брать. В основном, в жару было, мы даже снимали все эти блоки с ракетами, и вот только десант брали. А Ми-24-е нас прикрывали, потому что они бронированы, и пулеметы, и пушки у них есть. А было такое, были такие случаи, когда сбивали самолеты из вашей эскадрильи? Да, вот, мы были в 85-м году, уже пошли эти американские стингеры, вот мы потеряли 8 экипажей там, вот, с нашего полка. Ну, кто-то спасся с парашютом, кто-то не смог, потому что стингеры очень, если они захватили вертолет, ну, захват есть, но стопроцентное попадание. Мы даже, так, не то, что возмущались, вот, Москва, там, институты, думайте, что нам делать, потому что сбиваются, очень, вот, в 85-м году пошли эти стингера, и очень много потерь было. И, ну, и там, оттуда, с Москвы пришла рекомендация, типа, вот, увидите, по вам пустили, развернитесь и стреляйте, ракета идет на тебя, а ты в него попади. А это возможно было так? Это почти пальцем куда-то попасть можно. В небо. Это ракета идет, и ты его, во-первых, увидите, а в ракету попасть, это в лучшем случае командир дает команду прыжок, чтобы экипаж выпрыгнул. Ну, и мы, может, десант возили, и они вначале летали без парашютов, десантники, и когда приказ был, летчики должны прыгать, потому что, ну, как, типа, ну, летчики дорогие стоят. А после этого, как это, командир не выполнить, пока у него есть кто-то. За спиной, да. И погибали. Потому что, а потом дали команду, у нас, как, в грузовой кабине, висели парашюты, штук 15, ну, может, мы возили меньше, но было, чтобы было запасом. И вот десант заходил, одевал парашюты, и вот, чтобы, если собьют вертолет... Чтобы было, меньше потерь было. Они имеют повод, как бы, как экипаж выпрыгнет, а солдаты, ну, там, спецанаст останется. Поэтому борттехника открывает дверь входную, дает команду прыжок, они уже одеты, фарашюты, уже выпрыгнет. Ну, это уже по-человечески, потому что, как это, мы выпрыгнем, они останутся. За время войны в Афганистане более 53 тысяч молодых солдат получили ранения, и около 15 тысяч советских военнослужащих погибло. Осознание того, что ты принимаешь участие в полномасштабных военных действиях, дало Селии Николаевичу тяжелее всего. Как-то в сознании, первый месяц, это как кино смотришь. Вот я помню, первая операция была, мы высадили, они попали в засаду. И тут же команда забирать их. Мы только высадили, пошли за второй партией, тут нет забирать их. Ну, там 24-ки крутятся, и мы вот из кадыря возвращаемся. Ну, это все кишлак, это зеленка. Мы садились, кто куда, ну, на эти крыши этих, они плоские крыши афганцев. И забирали десант, где высаживали, но они еще там дым выпускают. И вот я помню, ну, группа идет к вертолету и отстреливается. Ну, там разведка донесла, ну, тоже было заманить, что их мало, а оказалось, там их очень много было. И этот, начали наших ребят уничтожать, и мы их забирали. Как кино, у него в руках пулемет, он молодые запрыгивает, в первую очередь молодых пускает. И вот, срослушая сержант, последний прыгнул в вертолет, и был ранен в живот. И, говорю, потом мы сразу полетели, ну, залабать там госпиталь. Ну, и потом узнали, что он, этот солдатик умер, погиб. Ну, все это первое время, как в кино, ну, фильмы-то мы смотрели. А тут все живут. Тут бартехник с пулемета стреляет, этот дым пороховой, это все. Наши глаза слезятся, потому что все в кабине. Из тех ребят, которые вместе с вами в эскадриле были, вы дружите с кем-то сейчас? Есть такие ребята, с которыми вы переписываетесь, дружите? Благодаря интернету, раньше же это письма, то не очень-то и пописывали. А сейчас, благодаря интернету, я со многими общаюсь. Именно вот, вот мой друг, мы вместе учились, по национальности немец. Он в Германии живет, уже лет 25. Мы поступали вместе, и в Афгане были вместе, и летали. Ну, не в одном экипаже, а в паре. Раз в неделю минимум он мне звонит, я ему звоню. Я у него даже в гостях был в Германии. Всегда, ну и плюс с ребятами, которые служили в Афгане. Вот даже у меня есть фотографии, когда был в Афгане уже, в 2000-х, в большом, наверное. Встретился он, российский экипаж, тоже летает на ООН. Ну, встретились в Афгане, были вместе, видите, барабанов. Узнали сразу друг друга? Ну, он почти, мы не изменились, я его, допустим, не сильно изменяю, в старые, белые. А так, конечно, узнали сразу. Он, там, два вертолета российских было, вот, и два молдавских. Все там, говорю, видят, привет, как встретились. И как раз погоды не было, он на одной точке, а я в Канагаре. Погода не было, он говорит, так ты не торопись, вечером посидим, поговорим, поспоминаем. И мы остались ночевать там, бассейн называется ихняя точка. И вот почти до двух, до трех мы сидели и вспоминали, а лет 16 не виделись. Потому что я после Афгана попал в Польшу, он в Германии был. Ну, конечно, не попадались мы вместе. Илья Николаевич, после того, как закончилась война в Афганистане, спустя много лет, вы по воле судьбы обратно прилетели. Как вы попали туда? В качестве кого попали? По какой миссии? Мы знаем, что была специальная программа, и вы по этой миссии попали туда. Я когда улетал в Афган, мне ребята с Камрата на трех машинах приехали прямо в Чечню. Мы оттуда отправлялись до отправки. Я был здесь, я был председателем союза афганцев по Гагазии. И потом даже приезжал, потому что в дом как-то смог передать это Петю Мавраде. Он стал председателем. А так вот эти памятники, это все мы начинали. Вася Герчу был он председателем, потом я стал. Илья Николаевич, насколько дорога вам эта память сегодня? Афганистан, она там многое дала. Во-первых, почувствовал, что такое жизнь, что надо ее ценить, что она бывает. Вот сегодня с тобой сидит человек, разговариваем, смеемся, шутим, а завтра его нет. Вот его груз 10 отправляет домой, а жизнь продолжается, завтра вылет. И продолжается. И уже так по-другому же относится к самой жизни, ценишь его. С момента окончания Афганской войны прошло много лет. Многих уже не стало. Но ребята, прошедшие через это, с гордостью чтут память своих боевых товарищей. Хотя мы с ним проходили воинскую службу совсем разные годы, и он офицером, а я рядовым солдатом. Но я вам хочу сказать, что, конечно, в нашем боевом братстве нет звания, у нас есть долг. Я хочу сказать, что у этого человека можно многому научиться, у него брать пример. Пример, почему? Потому что он вместе с нами делает все возможное, что у него есть в силах, чтобы увековечить имена наших ребят, наших земляков, наших друзей. Почему? Потому что он, как боевой офицер, он сплачивает нашу организацию. Я с Илюшей во время службы не сталкивался, но в Афгане когда был, с ним учился майор Александр. Они вместе 4 года даже спали рядом. Он был у меня ведомым в Афгане. Поэтому я наслышан, и я, Илюша, знаю все. Когда я уже вернулся в 92-м году здесь, я тоже в военкомате служил, в Чадерлунге, он в Камрате. И мы дали... Илюша, что сказать, этот человек прошел большой путь. Афган, и после Афгана летал по линии ООН. Понимаете? Поэтому все-таки это офицер с большой буквы. Помимо выполнения воинского долга, советские солдаты в годы Афганской войны помогали и мирным жителям. Вот фотография есть. Этот детдом в Джалабаде. Мы собрали с полку, кто сколько скинули, купили подарки детям, детям купили. И вот это... Поехали... В детдом отдали? Да, они без родителей, погибли родители. И вот мы брали шефство над этим детдомом и в мере возможности, ну, раз в неделю точно туда им приносили что-то и помогали. Потому что понимали где-то... Мы тоже сюда проложили руку. Сегодня у Ильи Николаевича растет внук. Маленький Володя с гордостью рассказывает, что его дедушка был настоящим солдатом. Ты знаешь, кто это на этой фотографии? Ну да, это мой дедушка. Да ты что? А у него в руках что? Автомат. У него был настоящий автомат? Ну да. А где это он на фотографии изображен? Он что, был настоящим солдатом? Да. А где он служил? В Афганистане. А что ты знаешь про Афганистан? Ну да. Знаешь что-то? Что знаешь? Ну, там живут солдаты с палатками. А ты когда вырастешь, хочешь быть похожим на дедушку? Хочешь быть солдатом? Настоящим солдатом? Хочешь? Да. Пойдешь в армию? Будешь служить в армии? А вот это что здесь у нас? А ну-ка посмотри. Это дедушка приземлился на огромном вертолете. А ну-ка скажи мне, что тебе дедушка еще рассказывал про то, каким должен быть настоящий солдат? Как ты думаешь? Солдат должен был сильным быть. Еще каким? Еще быть вооруженным. Храбрым должен быть? Ух ты, ты хочешь таким солдатом стать? Да. Отважных, сильных и веселых мужчин сегодня поздравляю. В День защитника Отечества здоровья, радости желаем! В День защитника Отечества здоровья, радости желаем! Субтитры создавал DimaTorzok